ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, приветствуем вас, друзья, программа «Наука 2.0», ведущий Дмитрий Яскович и Анатолий Кузичев. Дима, легко узнать. Без всяких шуток. Без всяких шуток сегодня про бабочку его. И сегодня нам предстоит интригующее, увлекательное путешествие внутричеловеческой клетки. Мы беседуем с Всеволодом Белоусовым, кандидатом биологических наук, заведующим группой биологии «Активная форма кислорода» Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук. Всеволод Вадимович, здравствуйте. 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 Вы же в основном-то и занимаетесь тем, что придумали инструменты, благодаря которым можно видеть, что внутри клетки происходит. Да, это наша такая основная специализация. Мы сначала придумываем инструменты, которые позволяют под микроскопом видеть, что в клетке происходит в режиме реального времени. Тогда уж людям надо пояснить, что речь идет не о микроскопических скальпелечках и маленьких пинцетиках, а речь идет о биосенсорах, флуоресцентах, флуоресцирующих белках, которые вы пришиваете куда нужны, которые вам, так сказать, показывают, детектируют всякого рода процессы. Да, флуоресцентные белки – это такая технология, которая позволяет увидеть внутри живой клетки отдельной… Мне кажется, очень легко объяснить это, как животные вешают маячки, чтобы посмотреть миграции, что они делают. Точно, точно. В темноте вы не видите все животное, вы видите, как мигает маячок. Вы знаете, что животное там есть. Животное там и чем-то занимается. Это вот прекрасная аналогия. Это так и есть. Я все время хочу спросить про антиксиданты. Про такое. Про неприличное. Это же касается клетки. Да, это касается клетки. Более того, это касается кислорода. Да, более того, это касается активных форм кислорода. Группа биологии – активных форм кислорода. Это как раз то, чем мы занимаемся. То есть где-то производятся оксиданты. Да. А у нас есть вещества, это и таблетки, и биоактивные, как называется, ну всякие бады. Дайте отпички. Что такое оксиданты? Да, хорошо. Оксиданты – это производные кислорода. Мы все дышим кислородом, и в норме мы этот кислород используем для производства энергии. Но клетка умеет делать активные формы кислорода, так называемые, которые обладают повреждающим действием. Она берет где-то электрон. Она берет где-то кислород для начала? Она берет кислород. Ну кислород приходит. Приходит кислород, и дальше клетка берет электрон, и этот кислород восстанавливает электрон. То есть дает этому кислороду электрон. Восстанавливает? Да, это называется процесс восстановления. Когда вы от чего-то отдираете электрон, это называется окисление. А когда вы кому-то даете электрон, это называется восстановление. И что получается, О3? И получается О2, но с точечкой она обозначается. Точка и минус, отрицательный заряд. И это такая страшная молекула супероксида неон-радикал, из которой получается дальше всем нам известная молекула перекись водорода, которую в аптеке можно купить, которой можно волосы... Которая тоже очень активная. Она очень активная форма кислорода. Да, она очень хорошо изучена, в принципе. И долгое время считалось, что эти активные формы кислорода, они исключительно токсичные. И это, можно сказать, с 50-х годов 20-го века, есть такая догма просто о токсичности. Отсюда массовые попытки использовать антиоксиданты для того, чтобы побороть что-то. Старость, патологии. Не просто попытки, а вообще целая индустрия на этом страхе выросла. Да. Оказалось впоследствии, что клетки используют эти активные формы кислорода, да, это такая недавняя тема, для регуляции внутриклеточных процессов. Процессов синтеза белка, сортировки белков в каких-то клеточных депо, процесс считывания РНК с ДНК. Буквально любой практический процесс, который в клетке происходит, сигнальные каскады, то есть передача сигнала снаружи в клетку, они все регулируются. Давайте еще раз подробно. Как мы понимаем, как вы можете метить кусочек внутри, один элемент внутри клетки. Что такое клетка? Это какой-то большой такой ангар. Да. Давайте попробуем просто описать бытовыми словами. Ну, аналогиями, скорее. Да? Ангар. Да, ангар. Ну, в этом ангаре очень хорошо отлажена логистика. Это одновременно и склад, да, в котором все хранится на своих местах. И завод, где производится то, что там на складе хранится, да. Это, например, все хранилище и производство. Это хранилище, производство и утилизация, да. Но именно то, как клетка себя ведет, да, этим распоряжаются сигналы, которые приходят снаружи на эту клетку. Они садятся на нее, да, на специальные молекулы. Сигналы садятся? Да, они прикрепляются, да. Сигналы – это что такое? Это обычно, ну, чаще всего, да, это небольшие белковые молекулы, которые одна клетка произвела наружу, условно говоря, бытовым языком выплюнула. Эта штука поплыла к другой клетке, прикрепилась к белку-рецептору, который служит антенной, да, то есть это антенна на поверхности другой клетки. Чтобы тебе было понятно, ангар – это гонец. Сигнал – это гонец, который выбегает, и снаружи ангар нажимает на зеленую кнопку. Это гонец, более того, так и называется в английском языке «мессенджер». Мессенджер. Гонец. Гонец. Вот, он прикрепляется к антенне, и антенна дальше этот сигнал передает внутрь клетки и говорит клетке, что ей делать, да, какие белки производить, как их сортировать. Вот все эти процессы, на самом деле, оказалось, что они регулируются активно, вполне вот этими активными формами кислорода, да, то есть через некую химию, да, есть специальная химия теология, да, и вот эта регуляция происходит. То есть, получается, возвращаясь к антиоксидантам, что если мы пытаемся использовать антиоксиданты для того, чтобы что-то победить, там, болезнь или старость, или еще что-то, да, то на самом деле мы вмешиваемся в нормальные физиологические внутриклеточные процессы, и заодно, если нам все-таки удалось убить вот эти свободные радикалы и активные формы кислорода, мы нарушили регуляцию этих процессов нормальных. То есть, та догма, о которой вы говорили, о вреде и токсичности вот всякого рода оксидантов, активных форм кислорода, она уже, подожди, но она провернута уже? Она во многом опровергнута. Слушайте, но на самом деле, мне кажется, вот то, что вы говорите, вполне соответствует, опять же, такому поверхностному представлению о том, как должны эти антиоксиданты действовать. Это же приблизительно как с нашим любимым грызуном. Голым землекопом? Голым землекопом. То есть, это на самом деле замедление процессов. Активные формы кислорода, они дают сигналы, и в клетках происходят процессы. Процессы активные, быстрые, клетка стареет и умирает. Ну, гибнет в процессе своей деятельности. То есть, да, я понял, любая жизнь идет к смерти. Ну, конечно, если мы замедляем утопеточные процессы, то в каком смысле мы удлиняем? Время удлиняем, может быть, количество действий не увеличиваем? Да, понятно, вот так корректно? Эта логика, она смотрит на предположение, что активные формы кислорода всегда токсичны. Поэтому мы можем замедлить, например... Нет, я говорил не токсичны, а всегда ускоряют процесс. То, что вы сказали, всегда ускоряют процесс. Нет, они одни процессы ускоряют, другие замедляют. Это регуляция, на самом деле, скажем, они могут... Любой мессенджер может и всегда это делать. Он какие-то процессы активирует в клетке, а какие-то, наоборот, подавляет. Потому что клетка – это динамическая некая структура. То есть, они не для быстрой, так сказать, реакции, а для вообще функционирования нормального. Да, да, да. То есть, мессенджер пришел, он какие-то каскады клеточные активировал, а какие-то, наоборот, задавил. И клетка сделала свой выбор. Она, например, стала мигрировать куда-то вместо того, чтобы умереть. Или наоборот, да. То есть, это всегда некий баланс. Поэтому, когда мы вмешиваемся антиоксидантами в этот баланс, мы нарушаем много процессов. То есть, это не то, что мы что-то ускорили и замедлили вот так вот просто. Да, там не линейность. То есть, мы вторглись... Мы вторглись в некую такую тонко настроенную область. В тонко настроенную область, да. Понятно. А вторглись? То есть, вот эти антиоксиданты, которые производятся для каких-то там целей... Для косметических целей... То есть, мы реально можем вторгнуться? Нет, мы не можем вторгнуться вот так вот косметическими антиоксидантами особо не можем. А скажем, какими-то антиоксидантами... И, опять же, не можем пищевыми антиоксидантами. То есть, если мы верим, что в зеленом чае или в красном вине есть антиоксиданты, мы должны понимать, что когда они прошли через наш пищеварительный тракт и попали в организм, они в момент прохода через пищеварительный тракт перестали быть антиоксидантами. Почему? Глупы функциональные, антиоксидантные, модифицируются в клетках желудочно-кишечного тракта, и они больше не являются антиоксидантами. А когда же они антиоксиданты? Они антиоксиданты... У губ. У губ. Да, вот в тот момент, еще в желудок оно прошло, оно еще антиоксидант. Но в желудке он не нужен. Вообще плохая новость, я вам скажу. А вы знали, да? Да. Разговорить. Конечно. А почему плохая? Вот. Что в зеленом чае и красный вина нет антиоксидантов, по-твоему, хорошие? Ну есть, но... Нет, они есть, но дело в том, что биологический эффект же есть из зеленого чая и красного вина. Это значит, что молекулы, которые там содержатся, а их там очень много, да, разных биологических веществ, биологически активных, они действуют на наш организм, но действуют вот как путем связывания с какими-то рецепторами, с какими-то антеннами, путем изменения вот этой тонкой настройки. То есть не топорно, просто мы гасим антиоксидантами продукцию, там, радикалов, да? А есть какие-то вещества, которые просто связываются с белками в клетке и модифицируют их действия. И какие-то вещества могут быть полезны вполне, да? А, это хорошее вещество. То есть красное вино, очень полезная вещь. Ну, вы, так сказать, особенно не увлекаетесь подобными призывами. В меру. Да, в меру, очень в меру, да. И, конечно, после 18. После. И после. И до гортани. И до гортани. И до 23 часов. В желудке все равно бессмысленно это имеется. Да, но, на самом деле... Можно полоскать рот и выплевывать. Так, ладно. Извините. Возвращаясь к антиоксидантам, что, в принципе, теоретически может нанести вред, это глобальный прием больших доз антиоксидантов в клинике, да? Когда есть какая-то идея, что надо побороть в какой-то болезни окислительный стресс, в какой-то патологии. А что такое окислительный стресс? Как это бывает? Окислительный стресс – это неспецифическое повреждение разных биологических молекул, белков, липидов, да, жиров, ДНК. Вот то, из чего мы состоим, да? Собственно, окисление свободными радикалами, да, вот этими активными формами кислорода. Ну, как это примерно можно? Это некий синдром, который называется окислительный стресс, да, то есть белки портятся, да, липиды портятся, ДНК портятся, все начинает работать неправильно. Как это на человеке проявляется? Как это выглядит? Вот с виду это как? Ну, с виду это так, что, ну, считается, например, при старении, да, вот, ну, кожа такая становится, морщинистая, да, это вот там окислительные повреждения, да, или, например, когда у человека какое-то заболевание, ну, скажем, грипп, да, при гриппе воспаление, температура, плюс производятся вот эти свободные радикалы, активные формы кислорода другие в организме, и они повреждают какие-то молекулы, да, что еще больше провоцируют воспаление, да, потому что молекулы разрушаются, иммунная система на них реагирует, ну, и так далее. То есть есть некая такая вот концепция, да, окислительного стресса. Но если мы начинаем этот окислительный стресс гасить активно антиоксидантами, мы, кроме того, вмешиваемся в здоровые клетки, да, в их функционирование, потому что они, те же самые молекулы, используют активные формы кислорода для тонкой настройки своих каких-то сигнальных каскадов, метаболических процессов, поглощения еды, сортировки белков там в разные внутриклеточные компартменты и так далее. То есть мы вмешиваемся фактически во все. И я просто знаю, что большинство клинических испытаний антиоксидантов таких вот, не в качестве БАДов, да, биологические, а именно в качестве лекарственных веществ, они провалились благополучно. И сейчас обсуждается, что влиять надо на самом деле не на глобальный уровень оксидантов в клетке, да, вот не просто там антиоксиданты, накормил и понизил, а в каких-то болезнях какие-то локальные источники этих активных форм кислорода надо гасить, не влияя на общий уровень этих оксидантов в клетке. Да, то есть вот где-то у нас есть точка, которая неправильно работает, она производит локально очень много пероксида водорода, например, и нам этот пероксид водорода надо задавить, потому что именно он является источником патологии. А вы умеете его задавить? Мы не умеем его задавить, мы умеем его померить вот этими флуоресцентными биосенсорами, которые мы делаем, и в частности делаем мы их не только для такой науки, чтобы вот изучить, ну, basic science, что называется, фундаментальная наука, да, но на самом деле их как раз может фарминдустрия использовать для поиска лекарственных препаратов, которые точечно могут давить, да, потому что мы можем этот сенсор направить в любой компартмент клетки, в любую точку клетки, мы можем точечно его направить, он будет работать только там, и, соответственно, сигнализировать о том, есть там пероксид водорода или нет, вот только локально где-то. И, соответственно, если мы его поместим близко к тому источнику пероксида, который мы считаем неправильно работает при какой-то болезни, да, мы можем пытаться искать препараты, которые точечно влияют именно на этот фермент, который делает свою работу неправильно, да, слишком активно, или наоборот неактивно, возможно. Вы ответили на мой вопрос по поводу антиоксидантов и оксидантов. Спасибо, да, а теперь давайте вернемся к устройству клетки, вот как к нашему ангару. Да. Да? Ну, знаем какой-то его элемент теперь в этом ангаре. Какой-то элемент знаем. Хорошо, подождите, вот кто развозит то, что там же в ангаре производится? Ну, вообще клетка состоит из, глобально она состоит из разных молекул, да, там есть ДНК, которая хранит информацию, РНК, которая информацию там передает, но дальше вступают в действие белки, да, ну, есть липидные мембраны еще, да, вот это вот окружение, как бы стены клетки. А ДНК и РНК – это такие молекулы? Да, это такие молекулы, да, которые носители информации. А белок – это что такое? А белок – это тоже такая молекула, это такая, это молекула-полимер, которая состоит из разных кирпичиков, условно говоря, выстроенных в линейку, в цепочку. И эта цепочка, она очень хитро сворачивается, да, за счет взаимодействия между структурными элементами. Аминокислоты эти, они все разные, да, поэтому, задавая разную последовательность аминокислот, мы получаем разную форму белка, разную функцию белка и так далее. И если очень так, грубо, приблизительно, белки делятся на структурные, да, то есть клетка, как и мы с вами, имеет свой скелет, он называется цитоскелет, да. И в отличие от нашего скелета, который стабилен, да, цитоскелет динамичен, он все время меняется, да, то есть все равно, что у нас постоянно отрастали бы и исчезали кости, да, мы хотим руку сюда, да, у нас вместо того, чтобы вот существующие кости двигались, у нас эти исчезли, а новые наросли. Быстро? Быстро, очень в клетке, очень быстро, все делается там, секунды какие-то. Все удобно, да. Вот. По этому же цитоскелету можно транспортировать грузы, то есть какой-то груз произвелся в одном месте клетки, да, его специальные белки, моторы, их можно сравнить с составом, с поездом, да, вот этот в поезд погрузили и поезд по цитоскелету повез, его доставил. А что происходит, если, например, ворвалась в клетку какая-нибудь неприятная неприятность? А, я вон судимый имею в виду, то есть там нет никакого креатива. Ну, оно просто есть некий алгоритм, заданный, там, ДНК записанный. Интересно, а что происходит, если вот активная форма кислорода в большем количестве, чем обычно, что-то происходит, что-то нарушается в клетке? Нарушается, собственно, практически все, да, то есть сигнальные каскады идут по-другому, дальше... Она способна восстановиться или нет? Что происходит? Клетка должна выбрать, умереть ей, да, если слишком эти отклонения сильные, в клетках запускается механизм смерти, апоптос называется, это активный механизм, да, и он запрограммирован, это запрограммированная гибель клетки. Ну, что это значит? Это значит, что клетка погибает. Все, сворачиваешь вещи, выключаешь... Если в ней что-то пошло не так, она берет и погибает, в ней включается программа самоубийства. Ну, это что значит? Белки перестают работать? Что, что... Скорее, это активный процесс, для него нужен синтез белка, да, то есть нужны определенные белки, чтобы они синтезировались, активировались, там некие... Что погибает в клетке, после которой, мы говорим, клетка погибла? Молекулы остаются? Рубятся белки, нарушается целостность мембраны, то есть вот этой клеточной стенки, да, из которой дальше может вытекать просто содержимое, да, нарезается ДНК специальными ферментами, активно нарезается ДНК, процессируется. Это как в фильме такого, хаидное самоуничтожение. Да, просто клетку разносит, буквально... А я себе представил на вороге герметичную станцию, когда они поняли, что... Открывают дверь и... Ну, то же самое, да? Примерно так, да. Да, слушайте, интересно. Понятно, что тема... У нас нам просто пора уже сворачиваться. Как белку. Как белкам. Тема, друзья, конечно же, не раскрыта. По крайней мере, мы, думаю, что мы вас заинтересовали достаточно, чтобы на эту тему... Ну, поразмышлять тут, наверное, бессмысленно. Представлять себе ангар, а рядом второй, третий. Лучше почитать, правда? Да, лучше почитать. Есть популярная литература. Ну, типа... Ну, вообще, вот там Династия делает книжку, серия элементов, да, и там попадаются... Там можно и про психологию прочитать, и про какую-то молекулярную биологию. Спасибо вам огромное всего. Друзья, Всеволод Белоусов был сегодня с нами, кандидат биологических наук, заведующий группой биологии. Теперь вы понимаете, что это такой активный форм кислорода. Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, Российской академии наук. Спасибо, Всеволод Вадимович. Спасибо. Спасибо. Да, с антиоксидантом прошу вас. Слушайте, а неужели это только вы знаете, что вот антиоксидантов на самом деле нет? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин